Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Даже если у вас нет денег, Грузия обязательно кто-нибудь вас угостит и за детей платить не нужно! Дубилия с грузинского переводится как теплый и столица Грузии такая во всех смыслах. Тепло здесь излучает буквально все. Люди, еда, климат, пейзажи, цены, каждая улица. Гарантированно будет приятная погода здесь начинается уже с середины мая и заканчивается в середине октября. Недаром сюда ежегодно слетаются сотни тысяч туристов со всего мира. Слетелись и мы. 40 минут на автобусе и мы уже возле отеля. Девочки, вот мы уже и приехали в нашу гостиницу. Я ее заказала по интернету, потому что на фотографиях она внутри похожа на игрушечный домик. Кроме интерьера в этом отеле есть еще и одно существенное преимущество. Он находится в пешей доступности от всех главных достопримечательностей города. Проходим, заходим. Как и во всех отелях этой сети, номера здесь небольшие. Поэтому если с вами путешествует два или три ребенка, лучше забронировать двухкомнатный номер. За дополнительную детскую кроватку для малыша доплату не берут. В номере есть чайник и холодильник. Что важно, если вам нужно сделать детскую смесь и хранить детское питание. Конечно, вы можете снять в Тбилиси апартаменты. Это будет немножечко дешевле. В среднем квартиры стоят 35 долларов в сутки. Но имейте в виду, что в местных квартирах нет центрального отопления и вода греется от газовых колонок. Поэтому, конечно, если вы с детьми, гостиница – это лучший выбор. Но перед тем, как отправиться на свидание с Тбилиси, нужно немножко отдохнуть, а заодно и покормить Гектора. Для завтрака малыша отлично подходят биби и каши. Они сделаны из круп органик, а значит гарантированно без ГМО и пестицидов. Их легко приготовить, достаточно развести кашу теплой водой. А натуральное козье молоко при биотике и витамины к ней живест. В отеле нам посоветовали прогуляться по исторической части Тбилиси – старому городу. А потом посетить музей-эксперментарию. Старый город находится в самом центре Тбилиси. Именно здесь появились первые улицы столицы. Здания здесь сохранили такой же вид, как и много лет назад. Вообще, если честно, идти с ребенком гулять по старому Тбилиси – решение одно из самых худших. Как в любой старинной части города, практически все улицы здесь вымощены брусчаткой. И детскую коляску трясет не по-детски. Но приятный бонус старого Тбилиси – многочисленные лавки с произведениями ручной работы. Так что для девочек здесь можно отыскать что-то красивое грузинское. Давай потоньше тебя посмотрим. Давай потоньше, держи. Алиночка, а давай тебе тоже такое посмотрим? Да, да, вот это. Ну я хочу, я хочу быть там. Какой? Ты хочешь такая быть? Красиво? Да. Так, Коль, ну определись. Аль, давай, может, ты же тебя с камнями возьми? Ты уверена, что нет? Берем. Берем? Девочки, берем. Тратим деньги? Тратим деньги! Кеш, кеш, как ты там говоришь, дочь? Кеш, 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 кеш. Это наши, все-все взяли. Фоткаемся вместе все. Пока задачу считаем. Давайте. Поль! Спасибо большое, до свидания. Идемте. Наша следующая остановка – музей-экспериментариум. Но для начала нужно попытаться перейти дорогу. Как оказалось, в Тбилиси сделать это совсем не просто. Вы хотите перейти? Да. Да, да, да. Спасибо большое вам. Идемте, видите, как сложно тут переходить, оказывается, дорогу? Спасибо большое, помогают все. В экспериментариуме привычные школьные предметы становятся интереснее, потому что дети могут сами проводить разные опыты по физике, биологии, химии, а заодно и закрепить свои знания. Мне, как маме, такая идея пришлась по душе, а дети в восторге от того, что тут можно кричать и шуметь, что обычно в музеях запрещают. Самые маленькие посетители, как Полина, останутся в восторге от оптических фокусов и гигантских мыльных пузырей и рисунков на письке. А в Италине интересные опыты с жидким азотом. Снимайте, снимайте, маме клип, мама клип снимет в Грузии. Между нами ночь. Ну все, с экспериментами, похоже, пора заканчивать. Может быть, вы можете какой-то ресторан нам порекомендовать? Грузинский дом на улице Георгия Цапаза. Там очень вкусно. Спасибо вам большое. Ой, начали! Кушать! Еда в Грузии – тема особая. Сами грузины говорят, что все проблемы и в стране, и в семье можно решить за столом. У нас проблем нет, но вкусно поесть мы совсем не против. Но в Грузии есть риск утолить голод, еще не дойдя до ресторана. Здравствуйте! Подождите, я вас его чурчхилла. Чурчхилла – очень полезная грузинская сладость из виноградного сока, муки и орехов. Орехи улучшают память и содержат витамины группы В. А виноградный сок богат минералами и углеводами, которые наполняют энергией ваш организм. А есть что-нибудь, может быть, для мам чуть-чуть с алкоголем у вас? Для мамы тоже есть. Что это такое? Это вино. Вино домашнее? Если что, это вино безалкогольное. Накладывайте. Ребята, наш копират. Давайте, ребята, вам по одной чурчхали. О, они будут счастливы, да? Маус-три, вывыск от Джорджиан Хаус. Да, мне кажется, мы нашли этот ресторан, да? Да, и этот люди похожи на тебя. На меня похожи, смотри, похожи? Да. У меня такой же обруч в платье. В общем, если вы хотите найти ресторан Джорджиан Хаус, то ищите девушку, похожую на меня. А мы идем кушать! Ура! Здравствуйте! Внутренний дворик ресторана точь-в-точь, как улица Старого Тобелеса, с его зеленью и резными балконами. Может, поэтому посетители чувствуют себя, как и в гостеприимном грузинском доме. Мы, пожалуй, сядем внутри, днем снаружи здесь очень жарко. Хотите спить? А он еще спит? Да. В Грузии почти во всех ресторанах разрешено курить. Поэтому, когда вы с детьми спросите отдельное помещение, вам его, в принципе, с радостью предоставят. Правильно? Что будем заказывать? Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, а что у вас можно заказать для детей? Хинкали маленького размера. Маленькие хинкали. Конечно, да? Хинкали – традиционное местное блюдо, которое появилось в горных регионах Грузии. Их готовят из говядины или свинины, реже баранины. Но также начинкой может служить грузинский сыр. А в этом ресторане можно даже научиться готовить хинкали. Так почему бы не воспользоваться такой возможностью? Тем более, что черчелла чуть перебила нам аппетит. Дети, заходим. Тесто, кусочек берем, передаем дальше. Берем фаршик. Фарш должен быть очень водянистым и со специями. В этом секрет того самого вкусного бульона внутри хинкали. А залепить их нужно так, чтобы он не вытек во время варки. Это вам не просто пельмени. Почему ты ешь тесто в ребенке? Оно вкусное, а я не могу. Хватит меня назвать ребенком. А кто ты? Я уже взрослая женщина. Не возможно, я не понимаю, чей это ребенок. А как? У нас даже пельмень не вышел. Ха-ха-ха! Класс! Будешь сыр, будешь сыр, на! Кто будет? Хача-пури? Я! Сейчас я тебя порежу. И вообще, недавно, по-моему, 6 лет назад, если не ошибаюсь, Хача-пури был признан национальным достоянием страны. А теперь запомните раз и навсегда. Хинкали едят только руками. Ножи и вилки категорически запрещены. Сначала выпиваем бульон, а потом едим все, кроме хвостиков. А пока я правильно ела хинкали, девочки с ливопытством поглядывали на компанию за соседним столом. Ну что ж, мы в Грузии. Сейчас еще раз проверим, как работает их знаменитое гостеприимство. Пошли, познакомимся? Пошли! Я здесь буду пить. Привет! Можно с вами познакомиться? Да! Можно мы к вам придем? Как это вам! Где познакомиться? Пошли! Ну что, рассказывайте, что у вас дети едят? Нам прям интересно. Хинкали. Лобби, она сделана из фасоли. Дети едят то же самое, то, что едят приезжие. Хинкали, хачапури, они с самого детства. И, кстати, родители еще им дают пакал вина. Да, со скольки лет? Можно с трех лет, можно даже с двух лет. Ты понимаешь? Нет, не понимаю. Можно мне? Можно мне? О, нет! Можешь то сказать, кстати. Да ладно. Надо то сказать, точно. За знакомство, за дружбу. Можешь сказать свои слова. За дружбу. Спасибо, что вы приехали в эту страну. Вы к нам тоже в гости приезжайте, хорошо? Хорошо. Все, что мы сегодня попробовали, оказалось очень вкусным. И вопреки расхожему мнению, не острым. Так что детям можно смело заказывать любой вид хачапури, хинкали с мясом или сыром, нежирный шашлык со свежими овощами, лоби с фасолью и кукурузную кашу мамалыгу. А вообще, если вы хотите найти ресторан с настоящей грузинской едой, то избегайте туристических улиц. Например, улицу Шафтыни. Там толпы туристов, никогда не найти свободный столик и блюда стоят недешево. После вкусного обеда мы не могли отказать себе еще в одном удовольствии – в шопинге. Ведь Грузия известна во всем мире не только кухней, но и талантливыми дизайнерами одежды и украшений, которые последние несколько лет стремительно покоряют мир моды. Поэтому мы идем знакомиться с дизайнером украшений Сафо Кангляшвили. Украшения Сафо продаются в лучших магазинах мировых столиц. И еще она мама трех дочек, поэтому нам точно будет о чем поговорить. Катя, например, Като, ее по-грузински зовут, ну, на русском Катя. Десять лет она уже делала большую коллекцию. Колец, я думаю, что это самые красивые вещи вот в этой технике. Все эти украшения сделаны в традиционной грузинской технике перегородчатой эмали Минанкари. На серебро несколькими слоями наносится эмаль, затем изделия запекают в печенье. Пожалуйста, пожалуйста, можно посмотреть? Как это делается? Как это делается? И сделать, конечно. Мастерская Сафо, где работает она и ее помощники, находится прямо в ее доме. Так что мы просто перешли из одной комнаты в другую. Покрасиво! У вас потрясающе красиво! Итак, все, теперь мы точно заберем частичку Грузии к себе домой. Молодцы, молодцы! Конечно, вечерний Тбилиси – это отдельная история. Но день был такой насыщенный, что в этой истории мы поучаствуем уже завтра. А пока пора спать. В путешествиях я не забываю о привычном уходе за кожей. И мои любимые средства всегда сами. За час до сна я использую ночной крем «Коллаген Липридерм». Он помогает коже вырабатывать собственный коллаген и делает ее упругой и шелковистой. Мы сегодня с вами пойдем в мега-крутое место – парк «Отрукдюну». Ура! Добраться до парка можно на фуникулере. Он доставит вас на самую вершину горы Мутоцминда. Но по дороге трамвайчик делает еще одну остановку, где мы с девочками ненадолго выйдем. Оля из Питера на форуме советует нам посетить храм святого Давида. Сейчас мы с девочками и гектором посмотрим это место. Здравствуйте! Нам нужно оплатить проезд на фуникулере. Но нам еще нужно в парк аттракционов. То есть я кладу, как хочу, количество денег, и они на них катаются потом. Слушайте, представляете, как здорово. Я могу реально сейчас положить все денежки на одну карточку, и там ни за что не платить, дети. 50 лари! Давай больше! Сейчас посмотрим наверху, как вы будете себя вести. Все, я к вам тогда уезжаю. Ах, так, не достаньте! Эй, дети, куда вы ушли? Володя, Володя, не верь в туману и дождю! На самом деле очень красиво открывается, прям вид потрясающий. Белесенье. Так, вот остановка храма святого Давида. Нам пора выходить. Грузия – древнейшая крестьянская страна, и поэтому в ее столице огромное количество церквей и храмов. Церковь святого Давида построили в 19 веке. А возле храма находится пантеон, где похоронены грузинские писатели и русский драматург Александр Грибоедов. Тот самый, который написал «Горе от ума». Его жена, кстати, была грузинкой. Смотри! Что это такое? Давайте посмотрим. Здравствуйте! Что это такое? Вы нам не расскажете? Здесь на территории храма есть несколько таких источников. А сюда приходит множество людей. Просто в самом сокровенном, что у них... Им можно загадать желание? Да, загадать желание. Давай что-нибудь закатаем с тобой. Я сюда, когда быстро прорезу, закатаем с тобой. Съем водичку? Давай. Давай, через, через, если нельзя. Давай, в то, в то место. Давай, в 3-4. Теперь обязательно сбудет. Идем. Пасли. Внимание! Следующая остановка – парк аттракционов. Ну что, поехали на колесо? Слушайте, так хочется покатать... Да, Вик, пожалуйста, можешь постоять геком? Мы буквально один дружочек, хорошо? Плис! Вы знаете, путешествие с детьми – одно удовольствие. Да они никогда не ругаются. Мы сейчас поссорились. Чего ты обиделась на Алю? Я хочу просто с тобой сфоткаться, а потом ты говоришь, ну ладно, давай сфоткаемся. А потом, блин, мы не фоткаемся. Давайте сфоткаемся. Я ни на кого не обиделась. Ай, ну ты взрослая, надо умнее поступать. Я просто хочу еще одну фотку вместе. А вы знаете, чего я боюсь больше всего всего? Скину этого чертова колеса! Потому что я ужасно боюсь. Мне ужасно страшно сейчас. Но вид просто идеальный. Я всем советую, мне очень понравилось. Даже хочется еще. Нет, я больше не хочу! Нет! Нет! Я больше не хочу! Ты просто боишься! Я пошла. Пошла. И если я не выживу, я тебя люблю. Если катайтесь, катайтесь 4-5 раз. Потому что в первый раз оно длится 30 секунд. Ну, давай. Спасибо! Вот этот аккаунт сзади больше для Гека и для Полины. Для Гека вообще нормально будет, для Полины тоже. Но для меня уже как-то не так интересно. Но я считаю, что на колесо обозрения тоже надо сходить, потому что там видно весь Тбилиси. И это прекрасный вид, и там можно фоткаться много. Ну все, после такого дня точно нужно расслабиться. И у меня созрел коварный план, как это сделать. Здравствуйте. Мне очень нужна няня. Можно ли нам что-нибудь придумать с этим? Ну, к сожалению, у нас такой услуги нет. Может быть, мы что-то можем придумать? Ну, надолго хотят. Нет, мне буквально на часик надо. Ладно, я перезвоню тогда, хорошо? Сейчас, мне кажется, что-то происходит. Сейчас мы узнаем, что произойдет. Ну, раз вам так нужно, я позвоню моей маме, она может... Вашей маме? Да. Ухаживать за ребенок. У меня их трое. Мама будет готова? Да, ну, моя мама выросла трое детей, так что не буду трогать. Спасибо вам большое, огромное. До свидания. Теперь я убедилась, что гостеперинские в этой стране и правда не знают границ. А, зачем вы ссоритесь? Она собрала мой футболок. Ой, а у меня для вас подарки. Подарки? Глебащик. Все, пока! А я отправляюсь в баню. Да, да, вы не ослышались. Любой маме нужно немножечко времени на себя. Тем более, что здесь бани особенные, серные. Прямо в центре Тбилиси есть горячие природные источники, вокруг которых построили эти бани. Это очень-очень-очень-очень горячо. Хорошо, что рядом есть бассейн с холодной подой. Вода, насыщенная сероводородом, расслабляет и восстанавливает весь организм. Окунаться в нее рекомендую 2-3 раза по 10 минут. А эффект можно усилить массажем рукавицей и шерсти. Будешь молоденько, я лучше себя чувствую. Видите, я бы молоденькая возле этой воды. Я только что была на невероятно крутой процедуре. Хочу, чтобы вы это тоже попробовали. Итак, первая мамочка, которая приедет в эти стерные бани после нашего эфира, покажет фотографию с ребенком или с детьми и скажет декретный пароль, декретный отпуск, получает эту процедуру от меня совершенно бесплатно. Нам не пора обратно в гостиницу. Девочки наверняка соскучились, да и для Гектора пришло время кормления. В путешествиях я спокойно за малыша, потому что со мной детские смеси на основе цельного новозеландского козьего молока ныне от Бибиколь. В них сохранены все полезные свойства натурального козьего молока и нет пальмового масла. Сныне малыш гармонично растет, развивается и спокойно спит ночью. С детским питанием в Тубелесе проблем нет. Здесь можно купить смеси и каши в супермаркете или в аптеке. В среднем до 200 рублей за баночку. А еще здесь отличные мацони и творог. Так что если вы перевели уже своего малыша на прикорм, то советую вам их попробовать. На сегодня осталось всего одно дело – собрать чемодан. Как вам, понравилось в Грузии? Да, очень сильно. Мне больше всего понравилось в парке развлечений. В Грузии нам всем очень понравилось, но, конечно, мы столкнулись с нескольким рядом сложностями. Потому что когда мы, например, приехали, здесь в Грузии у таксистов не принято возить с собой кресло для совсем малышей. Но мы круто доехали на автобусе. Вам на автобусе понравилось? Да. Потом, конечно, я как мамочка не рекомендую вам, если у вас маленький малышок, стелиться все-таки в старом Тбилиси. Потому что дороги все сделаны из брюсчатки. Невозможно гулять. Зато в Грузии потрясающая кухня, которая по-настоящему нравится детям. И большинство популярных местных блюд совершенно неострые и безопасные для детских желудков. Как я еще хочу кинкали. Еще хочешь кинкали? Да. А еще, если вам нужно оставить на время детей, то заранее позаботьтесь о том, чтобы найти им няню. Но, конечно, главное достояние этой страны – прекрасные и талантливые люди, готовые прийти на помощь в любой ситуации. А два дня, проведенные в Тбилиси с тремя детьми, обошлись мне в 600 долларов. Спасибо большое, Грузия. Ну а нам пора ехать дальше. Давай едем. Круче нажать. Полер, закрывай глаза. Мам, ну что, нам надо на выкупальнике выбирать? Да. И, кажется, инструктора по плаванию. Да. Мам, ну что, нам надо на выкупальнике выбирать? Продолжение следует...